Девушки отдыхают Потом распишитесь А еще он у нас деньги вымогал Отлично, напишите заявление А можно деньги вернуть, а заявление не писать? Да вы не бойтесь, граждане, сядет надолго Подними, пожалеешь Ты че скачил? Да ты че, это же бетон Геннадий Иванович, вы простите его Геннадий Иванович Мы с вас жизнь свою делали А вы вообще кто? Мы? По жизни Волки Волки Ну и как же, волки Вас сюда занесло? Из Голландии самолет с цветами угнали А он с травой оказался Ну и налетели на засаду Ну и началась разработка, ФСБ, наркоконтроль Участковый Участковый А вы, Геннадий Иванович, извините Как здесь? А мне товар Из Амстердама летел Оформили как тюльпаны А потом каких-то два козла это самолет и угнали Самолет-то на меня был оформлен? Найти бы мне этих двух козлов Бетон это не мы В вашем тюльпаны были, а в нашем ландыш 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 Да? Да Сел твой бетон Я так думаю, лет на пятьсот А ты следом пойдешь Лет на триста Вымогательница Наша теперь общага, поняла? А не поняла, я сейчас следователю наберу А он быстро наряд пришлет И полетишь вслед за бетоном По этапу Двой куты По тракту По сибирскому тракту Он лес валить, а ты шишки собирать На, подписывай Вот ты крыс А за крысу отдельно ответишь Я за нее отвечу Понятые Я, короче, только в кабинет Мне звонок Лакшин говорят Я говорю, Лакшин Они говорят, Москва, ФСБ, Россия Я говорю, да, очень приятно Ну, они мне говорят, значит, бетоны задерживали Я говорю, да, задерживаю А они говорят, немедленно отпустить Немедленно отпустить И все документы уничтожить А я говорю, как отпустить? У него полмашины наркоты Правильно А они? А что, что они? Они так, знаете, что? Они так с понтом намекают Говорят, а завтра у твоего начальника Че, знаешь, что могут в машине найти? Лакшин Тут двое признались, что это их порошок был Письменно, письменно Нет, не откажется Ты наряд к нашей общаге подгони А они сами выйдут Ты че творишь, авторитет? А че, Сашок? Ты понимаешь, что ты людей в тюрьму упек? Так там и вы место Это ты так решил? Я Ты че, Сань? Если так пойдет, я тебя убью Как убью? Как породил, так и убью Я тебя предупредил Я раб лампа Это мы еще посмотрим! История эта случилась однажды в городе Великобельске Будешь? Нет, и тебе не советую Так че, один? И ты не пей, грядут большие перемены Да ну, не каркай Я не каркаю, это к вороне Гиан! Метти давай! Ангелина Ивановна, да заплачу я за вашу комнату Вот статьи, всю ночь писал А девушка писать помогала? Она редактировала Всю ночь? Нет, до трех А под утро? А под утро? А под утро вдохновение пришло А что, все слышали? Все Здорово, Шуруч Молодец Как она кричала? Да ладно, Твигин Береги себя Не, ну это никуда не годится Нужна солидная фотография Где на охоте? С кабаном? Поздно Но он уже в типографии Или где вы с батюшкой? В колокол бьете? С кабаном? Лучше Алло Возвращайте номер из типографии Я сказал А вот это Завтра На первую полосу Это что такое? Это правда От первого до последнего слова Я понимаю, что правда Кто мне под этим подпишется? Грохнут же Если некому Можешь сам Саш Тебя ковать залет А то смотри Статья я пристрою Особенно вторую Через неделю поделим гонорар Нет Неделю не протяну Это уже было Это иногда повторяется Но этот вообще выжил в итоге Про что заметка? Про того, кто не выжил В предыдущей Не наша тема Все? Нет, ну хоть Хоть одну-то возьмите, а? Очень деньги нужны Выселяют Ладно Вот материал При осмысле Оставь акценты Подпишись Ночи захватят? До полтора Здесь статья про грибы Очень сильная Спасибо Вас интересуют грибы? Нет, не надо Есть разные Смотрите Я могу вам, если что, что-нибудь подобрать Так сказать По настроению Необычный выбор Зато у вас обычный А у меня профессиональный интерес Я сам пишу Правда? О, щелкоперы поганые писаки Лазарь Газетка-то его Выходит он Ах, Лазарь, Лазарь Ведь слово давал За дружбу пил Фотки показывал папа-сидельца его друзей Я тогда еще напрягся Тост за те, кто сидит А он стой выпил Может и не Лазарь вовсе Может кто еще? Сегодня же разберись Понял Иракез, челюсть Ко мне Так что мне передать Алексею Максимовичу? Передайте Что журналистика профессия беспристрастная Всегда будут недовольные Недовольные Ну-ну Смотри, как бы не было потерпевших А я в августе в Питер собралась В медицинский поступать А сейчас пока в больнице Медсестрой И кем будешь? Наркологом Почему наркологом? Ну, как папа Он врач? Ученый Он опыта на себе ставил Как пастер Не успели спасти Ни его Ни двух ассистентов Да Настоящее дело Это же всегда подвиг А ты женат? Нет Мой папа всегда мечтал Чтобы я поскорее замуж вышла Но я сразу решила Пока институт не окончу Никаких свадеб Встречаться это одно А вот семья А сколько на врача учат Семь лет Повторить Повторить Уходит искра А вот что такое, к примеру Мерчендайзинг Ну? А это получение Побочного дохода От основного бизнеса Красивая у них Сеня Кайф Смотри, не подсядь А куда это мы с тобой Забрели, Саша? Хорошее место Идут Уютно, спокойно Люди приветливые В общем, я живу здесь Саша На полчасика Зайдем Посидим Но у меня уже от шампанского Голова кружится А мы чаю попьем? У меня конфеты есть? Белочка? Ну, конфеты, Саша Это, конечно, здорово Но я на первом свидании Принципиально Сладкого не ем Уважаемый Подержи провод Сейчас, подожди Ну, чего тут? А меня не долбанят? Долбанет Саша, что это? Не волнуйся Просто нас похитили Это террористы? Они хотят выкуп? У меня есть ноутбук Саша Все, что у меня есть Это девичья честь И папин микроскоп Саша Я не могу им отдать Ни того, ни другого Ча с ним возиться Мочканем И пойдем пиво пить Да погоди ты Вели нам сперва поговорить Разве? А я понял Сразу расход Сядь, контужины На место Дай-ка Твоя работа? Чего молчишь? Написал, тебе ж стыдно Мне редактор текст дал Коваль Я только мат вычеркнул Да были мы у редактора Он сказал, твое произведение Ну так кто идею подал? А? Все Да достал он меня Слышь ты Ну так чья затея? А? Бетон Так Че за бетон? Бетон Гена бетон Авторитет Ты про такого слышал? Что-то слышал А ты его откуда знаешь? А он меня сам нашел Статьи мои понравились Так и говорит Талантливые Злые Слушай сюда, писака Насчет бетона мы проверим Ну смотри И еще Через 20 дней С тебя неустойка За моральный вред 20 тонн Зелени Откуда? Займи Укради Он ее На органы продай Там мышь Пошли отсюда Извращенцы проклятые Я уже милицию вызвал Челюсть Папа вроде не говорил Про 20 тысяч Во А это и есть мерчендайзинг То бишь Дополнительный приработок К вопросу нужно Творчески подходить Бадя Мы не извращенцы Мы ФСБ Ваххабитов даем Так что спи спокойно Да как ни крути А у нас в провинции Одни гроши А прессу жалко Нищета Да В Москве бы Мы с него Стошку срубили Да ты что Я никогда не писал Заказных статей Тем более для бандитов Клянусь Я выдумал Этого бетона Но ты говорил Там так убедительно Что я не знала Чему верить Почему бетон Да я подумал Женя Арматура Будет Не так звучно Да Да Какие ублюдки Представители прессы Сейчас напишите заявление А вот теперь подумай Сумеешь ты до суда дотянуть А на суде от показаний Не отказаться Знаете А я наверное Заявление потом напишу Ну что ж Дело ваше Но если что Обращайтесь Всегда поможем Это наш долг Мы же милиция Ты Саша сам Выбрал свою судьбу Журналистика Это не только слава Но и высокая ответственность Тебя защищает закон Репутация нашей газеты Репутация нашей газеты Кто В нашей стране Может всерьез угрожать Журналисту А мелкие неприятности Я и сам свое время И у батареи посидел И утюг на грудь принимал И болгарку на спину И паяльник Ну это не важно Хочешь Да, но моя жизнь Что я вам покажу Саня Санё Гену Что опять сидишь Подмём Иди в котельную Вот она мне говорит Говорит Сиди Говорит И смотри За этим Манометром Я сижу Смотрю Ну ты понимаешь Какое это напряжение Ну Что ну Вот я и вышел На минутку вышел За За кефиром И тут давление дали Да Ой Вернулся Всё Ангельная красная вся Матом орёт Ментами меня Котландзором пугала Весь день Вон на крыше провалялась Загорала Голая Даже может быть Товарищи извините При такой же рекотельную топить Конечно там что-то Перегрелось У меня Вот здесь вот Ключик от моей подсобки Болтался Так она подошла Как рванула Иначе башка не слетела Не права она Ой не права Да там всего-то Два стеклышка Да и вылетела Где же я теперь жить-то буду А А я ведь Санька Артистом раньше был Да там В Ростове На большой сцене играл Гамлета По-разному Нет Шекспира тоже давали И Чехова Доводилось Но с режиссером Как-то не сошелся По творческим вопросам Какой пассаж Вот черт Это что значит Сударыня Это что на поступке такие Господа К нам едет Ревизор Слышишь Прочь Он Любую импровизацию Душил Я Так что Шорыч Спокойной ночи А я тут Материал подсобрал Ты предлагал Поставить за долю малую За долю можно Но подпись моя Что за тема? Подрыв котельной Нашей в общаге Иди ты подрыв Она же вроде сама Сама? Ты читай, читай Ты читай, читай Мощный взрыв Теракт Передел рынка Бетон Опять бетон Мы пробивали, но Думали журналист нагнал Со страху Значит плохо пробивали Пробей все до самого дна А сквозь пробей Родион Романович Между прочим Хороший Добрый мальчик У него пять кошек живет А по лицу и не скажешь Зарубил старушку топором Кофе будешь? Буду Как тиражи Держите? Еле-еле К осени, наверное, упадем Мы же работаем На местном материале Какие у нас сенсации? Хоть сама иди И кого-нибудь убивай Или насилуй? А я, кстати, по поводу сенсаций Маньяк? Педофил? Нет, авторитет Жаль, что не маньяк Народ любит маньяков Сам писал Знакомый парнишка За качество отвечаю Надо помочь парню Хорошо Я сама прочитаю Он жив? Кто, автор? Да нет же Это ваш авторитет Да вроде да Плохо Они когда живые Они такие обидчивые Он хоть кто? Бетон Гена, бетон Не слышала? Ну, может, что-то такое читала А почему бетон? Якобы тормознули его как-то Так он пятерых гаишников Бетон закатал Живьем Вместе с мотоциклами Так А фотка есть? Нет Принеси фотку Я поставлю на обложку Бетон Новости наркологии Свежий номер есть? Есть И вот это тоже О, вот это лютая личность Вы возьмите веселых колесиков А то не уснете Нет, не надо Смотрите А то сейчас есть новые колеса Квадратные Под них Под них очень хорошо телевизор идет Гол Здрасте А Маша сегодня работает? Я Маша И, кстати, через час освобождаюсь И я Маша А это Катя И мы сегодня всю ночь вместе Дежурить будем А я Оля Если хотите, я вам прям сейчас Давление помиряю А ты меня обманываешь. Маш. Не кричите, тут больные. А я ведь тебе поверила про бетон. Так, надо объясниться. Маш, да я даю тебе честное слово. Тогда на чердаке я говорил про выдуманного бетона. Ну, мало ли в России ген бетонов? Ну, может и немало. Только этот уж больно злой. Я сама не верила, что ты можешь быть с ним как-то связан. А то, что я угадал, так это работа такая. Журналистика. Понимаю. Сама нарколог. Вот так вот головы теряют. А еще лифчик и брошку. Надо шиномонтажку крышануть. Точно. Шиномонтажка это клево. Если по 20% с них брать, то через месяц мобилу купим. А к концу года точилу будет куда баб позвать. Бабы это хорошо. Ты хозяин, что ли? Я. Что хотели? Ты на нашей территории работаешь. Каждого 30-го по 20% от прибыли. Иначе мы твой сарай спалим. Ты что, не понял, что ли? Каждого 20-го по 30%. Шафар, это к тебе. Как же теперь это снять-то, а? Вернись. Спроси. Бошку не отпили. Да не дергайся. До шеи, как до луны. Не бери близко к сердцу. Легко сказать. Второй раз за год. На связи? Давай. Че приходил? Надо будет 10 омонусских сиф нарисовать. Отдохнули ребята на природе. Целую неделю не могут вспомнить, где были. И как голые в город вернули. Да. И узнай, почем будет 10 халашей сделать. Автобус. А автобус пусть сам достает. Здесь заляжем. Давай доску. Это я в пятом классе увлекался. А кто у них выручку возит? Кассиршик. Из столовой. Лишь бы фургон остановился. А там точно 15 тысяч баксов будет и никакой охраны? Это же черный нал. Его по-тихому возят. Верная наколка. Точно верна наколка? Да, отвечаю. Как только остановятся, забегаем справа и сразу вводили пушку глоб. Едут. За рощей тормозни. Озеро? Болото. А мы что, в болоте купались? А что? А автобус? Засосало. А может там вообще воды не было? На хрена мы тогда раздевались? Может мы пепел... Отставить. Я по ходу водиля сразу в бубен двину. Это можно. Как девочки? Нормально. Что-то не так? Да бетон меня этот беспокоит. Мутный он. Э, слышь, добавь-ка газку, а то плетемся как... Пойдем быстрее, счастлива, нет. Я поработал с нашей секретной базой данных. Интересная фигура этот бетон. За ним стоят московские спецслужбы. Человек, так сказать, глубокого внедрения. А им-то зачем? Генерал контрразведки или ГБ не поедет, потому что Фатьянову пальцы гнуть. Ну почему? Приезжали. Помнишь эту историю с заместителем прокурора города? А это который по пьяни с балкона свалился? Мы тоже думали, что по пьяни. А сейчас выясняется, что он очень интересовался бетоном. Что еще? Недавно в соседнем районе, в лесу, нашли два трупа. Без документов. Предполагаем, люди бетона. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Да. Что? Когда? Машина Лазаревского сорвалась с обрыва и сгорела. Началось. Ну как же ты не узнаешь? Ну точно Генка наш. Только обритый. Да ладно. Точно. В итоге местные банки заплатили ему 22 миллиона евро отступных. А я его. Я же тебе комнатку новую приготовила. Да. Только забывала ключ отдать. Крыша нужна, потому как холода ударит, пропаду. Так а если замерзнешь, заходи, не стесняйся. Чаю попить. Чай у меня хороший. Никто не жаловался. Эх, иметь бы к нему подход. Телевизионщики за эксклюзив любые деньги дадут. А 20 тысяч долларов? Торговаться надо. Им кто-то рассказал, что он журналист, а причем английского, 5 лет держал в подвале за то, что он пытался его со спины сфотографировать. 10 тысяч. Минимум 5 минут. Нет, 20. 10. У нас такса 10. 20. 15. Ну хорошо, 10. Сами снимайте. Ладно, 20. Но деньги потом. Полный козел. Кстати, добавят еще 5. Если в кадре, крупно будет вот это. Повернись. Вот так сделай. Рот закрой. Костюм нужен. Нужен. Ген, Ген, я тебя прошу. Веди себя спокойно. Ты авторитет, тебя все боятся. Говори прямо, не нервничай. Я не нервничаю, это ты не нервничай. Я на утренних как соловья разбойника играл. А на елках крокодила Гену. Во. Шнурок завяжи. Я могу вам помочь? Помочь? Это я могу вам помочь. Алексей Максимович, тут к нам один гость пожаловал. Бетон. Хорошо, понял. Ну что? Пойти спросить, наезд это или предъява. Фу. Пули на цветочную, там сейчас бетон. Он что, появился? В городе сам. Неожиданно. Неожиданно, подумаешь. Он там бродит, в тряпичной лавке. Так нам-то что? Что, проследить и разобраться? Все, убежали. Здравствуйте. Прекрасный выбор. Английский твит. Мрачновато. Хоронить в нем хорошо. А ну на. На. Прикинь. Гляну, как сидит. Не надо. Есть гораздо лучше. В зале не весь товар. Контрафакт? Контрабанда? Боже упаси. Давайте я вам все сейчас покажу. У него сердце слабое. Все. Ну покажи. Ну покажи. Простите, а вы как будете платить наличными или карточкой? В подарок. Это все в подарок. У нас рекламная акция. Ночью город и скрип, ночью город высок, оконечки витрины, не умысят. А который час? Простите, это наезд или предъява? Шопинг. Космос. Черная дыра. Как же он свалил? О, вещи оставил. Юара нехт. Это что значит? Ты следующий. Я вам так скажу. Меня спокойным никогда никаких проблем не было. Да что там, дружили. Ходят упорные слухи, что вы не без помощи спецслужб устранили своего главного конкурента на нефтяном рынке. Можете ли вы это прокомментировать? Ни я, ни спецслужбы к этому отношения не имеем. Я отвечаю. Слухи, слухи распускают те, кому выгодно отвести подозрения от себя. Да они вообще в воду мутят. Чисто повезло, что я далеко, что если бы не на отдыхе, я бы заглянул им в глаза. Простите, в каком смысле заглянул? Так, чисто память о друге. А откуда вы изыскиваете средства на благотворительность? Откуда? Доработал всю жизнь. Я как начинал? Сначала торговал там глиняными белочками, значками, картинками, а потом уже встал на ноги и никому никогда не платил. Просили, а я не платил. И всегда всем помогал. Кому делом, кому советом, кому просто добрым словом. И именно поэтому два года назад в вас стреляли? Перепутали. У меня бабулька в подъезде жила, ну так, чисто испугать хотели. Или горбануть, а тут я попался, ну и пальнули. Дети из гранатомета. А будет ли какая-то реальная польза от ваших масштабных бизнес-проектов для простого народа? Я сам народ. И если какому человеку простому плохо, это мне предъява. Тебе плохо, тебя душат. Жить не дают, звони. Тебе плохо, нет? Нет. Не стесняйся, будет плохо, звони. Знай, Гена всегда поможет. Вот такой вот он вот, белочка глиняная. Да у него на роже все написано. Матерый. Три пожизненных и то мало. Надо было на фоне Кремля. В следующий раз. Притормози. В театр пойдешь. Театр? Благотворительный вечер. Надо сходить. Иначе какой ты бандит? Театр? Театр? Это бетон. Здрасте. Не покупаются, не покупаются, добрая вина, талант и любовь. Не покупаются, не покупаются, добрая вина, талант и любовь. Здравствуйте, как поживаете? Директор бутика. Вы у нас закупались тогда? Да. Здравствуйте. Очень рады. Тикое. Раду вас видеть в нашем городе. Позвольте представиться. А это вот лучшее заведение в городе. Приходите к нам, погоняем шары. Гигантские скидки. Кутузкин, Максим, спасибо вам огромное. Официар! Официар! Сюда! Давай-давай! Давайте. Дай гитару. Была бы только коробка грима. Все боют! Поют! Любите ли вы театр, как его люблю я? За его голову Моссад предлагал десять миллионов. Театр. Для актера это храм. Это его святилище. А службу он начинал в Германии. Да нет же, просто они учились вместе. Священно действуй. И убирайся вон. Стоять. А потом еще утром. Пять раз. Да ты что. Угу. Обидеть артиста может каждый. А вот помочь. Короче, кто чем не может. Значит так, запишешь кто, что и сколько, потом даже мне, я посмотрю. Понял? А как чебуречное назовем? Так и назовем, чебуречное. А че, хорошее название. И коллектив подберем дружный и надежный. Чтоб день и ночь пахали и денег не просили. И водку будем продавать качественную. Че народ-то травить? А в таких ларьках водку вообще брать нельзя. Она здесь вся паленая, от нее сначала крышу сносит, потом память отшибает. Меня еле откачали. Жмите. Что там звенит такое? Отопрем узнаем. И умерли вскоре, дети откуды. И только снегирь прилетело за морем. Чайка, несчастный, бедный дитя, Печайной повести нету на свете. День десять назад, как все говорят, В одной телевушке туманных ребят. Бандиты схватили и в лес утащили, И там, по дороге, пусть положили. Все готово, осталось только имя вписать. Ваше или это в подарок? В подарок, в подарок. Себе. Паспорт, пожалуйста. Забыл. Ладно, не парься. Я сам впишу. Погоняй тачку. Ну я пошла. А давай три минутки еще, а? Пойду, а то опоздаю. Гляжу, узнали. 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 У тебя было три недели. Деньги нашел? Нашел. Уважаю. Думал, юлить начнет. Че стучишь-то? Сломалась. А. Так. Ты мне должен двадцатку. Давай. Я никому ничего не должен. И уж тем более тебе. Че он сейчас сказал? Не должен. Ты после этих слов, труп почти. И это почти только от меня зависит. Да долбани уже сильнее. Ты че смелый? Забыли, как это, в багажнике кататься? Ну ничего. Я тебе сегодня устрою. Загородное путешествие. В один конец. Ты после этих слов, мне не двадцатку. Ты мне полтинник должен. Ну ладно, тридцатку. И то только потому, что я сегодня добрый. Повезло тебе? Тебе не повезло. Потому что я сегодня злой. Бетон. Бетон? Бетон. Здрасте. Погоди, Бетон. Я же не знал, что это твой человек. Если бы я знал, разве бы я наехал? Он мне сказал. Я говорил. Бетон. Значит, Бетон твой друг. Прости, я тебе все объясню. А я тебе поверила. Маша! Маша! Да не волнуйся. Вернется она. Во! Трофей. Ни хрена себе. Ни хрена. Сань, ты понимаешь, какие дела можно делать, а? До поры, до времени. Блин, ты что, мне сейчас специальное настроение портишь? Ты уж мне поверь, сейчас бесполезно. Оно тебя, если и простит, то не скоро. Понятно. Держи. Маки, ты меня с Бетоном познакомишь? Ну, хотя бы намекни, где он бывает. Ну, дальше. А он обрез вытащил, и прям не в лобешник. Вот такая дура. Он, гад, у меня ключи от тачки отобрал. Ну, я вспылил, типа, не по понятиям же. Да я почти урыл его. Ну, тут его бойцы навалились, человек пять. Я вообще еле вырвался. А он мне след орет, мол, я в городе хозяин. А кто не согласный, тому след за Лазарем. Хорошенькие дела. Там документы незаполненные. Он сейчас на себя запишет, потом вообще хрен-то что докажешь. Алексей Максимович, я на эту тачку три года копил. Это Фасьянов. Как у вас дела по бетону? На вырученные от подпольной торговли алмазами деньги бетон открыл десять синагог. Двадцать! Шур, подожди, я что, еврей? Теперь да. Во как. Есть у меня еще одна идейка. Пи***м не буду. Ну, хорошо. А Зоханвей? Да нет, какой Зоханвей? Ничего страшного. Небольшой ушиб. А вы что, в общежитии живете? Да. Ну, временно. Не даю снести. Снести? Памятник же. Архитектура. Там у нас Пушкин. Астана наплелся. Толстой проходил. Гоголь проездом. С подружкой. Но он это не любил, чтоб мешали. А я слышала, что Гоголь был девственник. Да? Ну, в любом случае, такой дом нельзя сносить. Дом Дания не снесут. Девственник ничего себе не слыхал. Гена, а вы не проводите меня? А то в подъезде. Лампочки нет. Портвейн любишь? Любишь. И долго ты его собираешься разрабатывать? Бетон скоро городом управлять будет. Наркоту зарядить? Зарядить? Не зарядить, а найти. Ну, чтоб что-нибудь найти, надо сначала что-нибудь зарядить. Как хочешь, действуй. Но побыстрее. Ты чего в натуре, гнида? Жабры жмут. Очко икает. Ты с кем там, комичок, недолюбленный базаришь? Глаза смотри. Отвечай за шорох, реально. Отвечай, я сказал. Глаза смотри. Ты чего, меня провоцируешь? Открыто! Я не помешала? А с кем ты сейчас разговаривал? А это я по телефону. А я портфель перенесла, твой любимый. Кен, ты не мог бы, вот как сейчас по телефону, поговорить с арендаторами из углового офиса? Уже год не платят за аренду, Ген. А, это те козлы. Я устал у них под окнами мести. Курят много и прям до фильтра. Ой. Лахи. Все лахи. Сплошной лахнесс. Вот. Лахнесс. Узеро в Шотландии. Где живет страшное чудовище, которого все боятся, но никто не видел. Я видел. Хотите, покажу. Ладно. То есть, договорились? Нет. Не договорились. Я не понял, а что мы должны Ангелине отдать? А как он сказал? Типа, что мы уже год через окно кидаем. А это его поляна. Окно на границе? Таможня. Тоже знал, что это его поляна. Попали. А может, в бега? Куда? Это же бетон. Вам со льдом? Да, со льдом. И не взбалтывать. Бетон, Гена. Бетон. Бетон, Гена. Бе. Не верю. Ген. Тут арендаторы деньги принесли? Да. Ура. Ген, больше ген. Возьми, возьми себе. Возьми себе. Это их штраф. Штраф. Бетон. Гена, бетон. Гена. Генадий, бетон. Гена. Генадий, бетон. Для тебя? Бетон. Бетон. Железо бетон. Спасибо, Гена. Я бетон. Бетон. Гантон. Да, понял. Хорошо есть. Ну что, с Богом? Да поможет нам святой Феликс. Если вас покинули. Понятые. Мы. Видели? Вот это вот. Все на вас, уважаемый Бетон Иванович. Здесь столько подвигов, что звезду героя можно давать. Да ладно. Не да ладно, а два пожизненных. Но об этом позже. Сейчас поговорим о порошочке. Учтите, здесь не лохи работают. Вот это вот. Изъято из вашей машины. Слепому видно, что это героин. Ваша? Нет. Нет. Конечно. Все так говорят. Только это тоже нам по барабану. Потому что вот это изъято по закону с понятыми. И значит сидеть будете вы. Или тачка может быть тоже не ваша? Нет. Мимо я. Ну конечно. Так, я не понял, чья эта машина? Чья эта машина? Да это чья машина? Простите, гражданин следователь. Да. А как вас зовут? Лакшин. Я думаю так, товарищ Лакшин. Тей порошочек, того и тачка. А имя и отчество как? Че? Эй, эй! Это что? Ты че? Это что я тебя спрашиваю? Ты че мне тут? Какого года машина? Новая. Ну я, короче, только в кабинет, мне звонок. Лакшин говорят, я говорю, Лакшин. Они говорят, Москва, ФСБ, Россия. Я говорю, да, очень приятно. Они мне говорят, значит, бетона задерживали? Я говорю, да, задерживал. А они говорят, немедленно отпустить, немедленно отпустить и все документы уничтожить. Они говорят, пришлось выпустить. Как? Они говорят, приказали. Твари продажные. Лысую белочку им. Они банки с кадню милиции. Вот ведь с этих рук жрут паскудой. От толку... Никакой от них пользы. Простому человеку. Лакшин, тут двое признались, что это их порошок был. Письменно, письменно. Нет, не откажется. Ты наряд к нашей общаге подгони, а они сами выйдут. Угу. Чая? Сработаемся. Ну, я... У нас... Мы, может, даже поженимся. Она меня любит. И меня. Ну, и меня полюбит. Ты что творишь, авторитет? А что, Сашок? Ты понимаешь, что ты людей в тюрьму упек? Так там и вы место. Это ты так решил? Я. Ты что, Сань? Если так пойдет, я тебя убью. Как убью? Виртуально. Я тебя предупредил. Проблемы есть? Есть. Делать что-то надо? Надо. А что? Что? Только наша партия знает, что. Мы найдем клад. Клад? Например, обоз с наполеоновским золотом. Мы все рассчитали. Всем хватит на пять лет. У нас есть ум. Честь. Станьте нашим лицом. Яйцом? Лицом. О, лицом. Ну, ладно. Только у меня есть одно условие. Геннадий Иванович, как договаривались, ростовский драмтеатр на гастролях в полном составе. Спасибо, мой старичок. Я так рада, что ты жив. Позавчера. Что? Он плохо слышит. А, ну да. Мне сейчас в пятом часу в Харьков ехать. Надо будет заглянуть к ней. После спектакля. Виноват, виноват. Ну, так я и не оправдываюсь. Так жизнь закрутила. А потом Родина вдруг сказала, надо. Надо. Не могу. Не могу сказать даже тебе. Потом. Много позже. А я знала. Знала, что ты не такой. Все говорили, спился. Нет. Я знала, что ты сильный. Гад. Сволочи. Мерзавец. Чудовище. Я отдала тебе лучшие годы своей жизни. Лучшие годы. Катя, мы эту пьесу вместе репетировали. Правда? А ты помнишь, да? Да. Ну, слушай, я правда очень скучала. Геннадий Иванович. Геннадий Иванович. Строители. Сколько ждут? Полтора часа. Запускай. Ну, если это доброе дело, почему же людям не помочь? А это доброе дело. А как же? Ведь подряд нам отдадут, а не кому-то. Добрее не бывает. Мы получаем подряд. Вы это. А председатель конкурсной комиссии бесценный совет. Так какого хрена подряд у этих уродов? Алик, ты же говорил, ведь у нас комиссия замазана. Была замазана. Вчера еще была замазана, а теперь отмазана. Председатель что-то блеет про интересы города. Но я пробил через домработницу. Бетон вчера приезжал. Они говорили недолго, а потом председатель весь вечер валерьянку хлебал. Бетон, бетон, бетон. Кто такой этот бетон? Все. Надо по-жесткому решать. Это мой город. Короче, три дня, если вопрос. Это мой город, понял? Здравствуйте, Геннадий Иванович. Здравствуйте. Здорово. Это вам. От нас. Подарок. Граната. Вы что, с боями уходили? Да не, они нас сами отпустили. Кололи жестко. Но мы молчком. Менты злые оказались. Им один ларечник паленку продал, так они его вместе с ларьком при нас заравняли. потом выпили и подобрели. Главный ОМОН из граната подарил. Как оказалось, учебное. Геннадий Иванович, возьмите нас к себе, бригаду. Дворниками? Какими дворниками? Следы заметать. Если что, убрать кого. Вы не сомневайтесь, Геннадий Иванович, мы люди надежные, под пулями ходили. Да. Меня один гад ножом цепанул на разборке. Ну ладно. Такие парни нам нужны. Слышь, индюк надутый. Мы от бетона. Не хотел платить 20, будешь платить 40 процентов. От кого вы? От бетона. От гены бетона. Джафар, это опять к тебе. Зря ты им про индюка надутал. Потерпи. Пробочку вынем, и все пройдет. Да? Главное, осторожно, без резких движений, а то лопнешь. Ну все, смерть вам! Ничего. Бетон их сейчас в асфальт закатает, вместе с колесами. Ой. Так и сказал, что я фантик? Ну да. Да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ген, не жалей. Они беспредельщики. Они беспредельщики. здравствуй, дорогой. Что у тебя? Ну че? Узнали? Нет. А так? Что крутишься? Скажите, а можно я пойду? Спасибо. Телевизор надо смотреть. Гады. Гады. Алло. Лена. Это я. Да. Может это? Встретимся. Перекусим. Тебе там что-нибудь купим. Давай быстрее. А ты у меня. Круто. Это ничего. Ничего. Я заговоренный. Геннадий Иванович, нас тоже чинин зацепило. Алик, такое шоу первый и последний раз. Ведь скажут, промахнулся. Кстати, с тебя еще десяточка. Герыч, за что? За тетку. Вдвоих промахнуться труднее. Практически невозможно. Ты у нас широкого профиля специалист. Ну, всяко доводилось. Яд есть? Штука. Плюс за работу, как всегда. Я сам справлюсь. Тогда десятка. А вы нас дороже. Твое здоровье. Что? Что? Это бетон. Без вариантов больше некому. Все сходится. Даже методы. Точный яд. А вдруг Каракеза поплохела по жизни? Точно. На Тузике проверили. А что Тузик? Ну, сначала пена из пасти, а сейчас, как и Каракез, срут на пару. Вот уже второй час. Ах, подлый яд. Слушайте, а что вы у меня в кабинете делали, а? Так, время беспокойное. Мы б дели, так сказать. Вот и Каракез сообразил на предмет отравления. Проверите. Извините, Алексей Максимович, но если бы не он, дал бы им бетон просраться. этот мягче. А из этого бокала пирог я спил. стрелку! Ему забивай! Дед! Порву! Стоп! Он с порога палить начнет. Тогда ты следующий пойдешь. Руки подними. Чего? На всякий случай. Не будет этого. Никогда. Ну, не самый свежий. Ну, так на нем сургонности не пишут. И аспирин же. Еще лет шесть назад шикарно травил. Все, хватит грузить. Взрывчатку давай. Отличная хлопушка. Дагестанская. Не просрочено? Рванет на славу. Всех в клочья. Субтитры создавал DimaTorzok А теперь они тебя просто убьют. Сань. Настоящий актер. Он играет свою роль только первые пять минут. А потом он ей живет. Вот ты, писатель, напиши когда-нибудь вот такую роль, которой и играть не стыдно, и умирать не надо. На вас уже ставки делают. Кто кого первый завалит. не ставь на меня. Так где, ты говоришь, у вас стрелка? Алло, милиция? Отличная возможность взять обоих. Взорвался Фатьянов. Органы ни во что не ставят. Ну, Фатьянова, конечно, взять можно, только вот бетон. За ним Москва. За нами закон. Иди готовь операцию. А что там готовить-то? Дождемся, пока друг друга постреляют, и увезем. Знали? И не предотвратили? Нет. Хорошо, возьмем, когда достанут стволы. Подключим ОМОН. Володя, и личная просьба. Не звони никому. Сегодня не надо. Иди. Хорошо. А может быть, все-таки, когда постреляют? А если не поедем, то нам потом бетон наваляет. Я когда от армии косил, я больничку залег. В психиатрическую? Нет, с плоскостопием. А давай потом Гене скажем, что нас в ментовку загребли. А он поверит? Синяки нужны. Решка. Извини. Ну и что мы не поделили? Отвали, козел. Сами разберемся. Давай. Отвали, козел. Моя волоска вся слезает. В отъезде. В окши моих царапах. Любовь, любовь. Мою любовь. Моя любовь. Моя низкла в стежку. Любовь, любовь. Мою любовь. Моя любовь. Моя низкла в стежку. Тут встану. Тут нельзя. Примета плохая. Помните в 95-м? Тут Кривого положили. Вон там Сивый лег. А вон там Собра Сиплова с парнями в фарш. А вон там вот Леха Черт юбилей праздновал. Так до сих пор мины и не растет ничего. Мы все тут подумали. Теперь у камней нужно. Расставляй людей, а потом со мной пойдешь. Я Алексей Максимович с удовольствием. Но что бетон подумает? Плевать, что он подумает. Один? Не может быть. Психическая атака. Там в лесу кто-то копошится. Я мигом проверю. Туда и обратно. Стоять. Зуб даю, у него граната. Фатьянов, ты палить прекрати. Только срок прирастишь. Подумай, лучше, как на зоне себя поставить. Там тоже люди живут. Все чисто. Здрасьте. Я же говорил тебе, что я тебя достану. Как машинка бегает, нормально? Под водопадом пещера. Я знаю. И где он? Саня! Немой нашел. Хотел сдать. Ложись! Вставай, подрывни. Кому бомба? Ему. Мое место хотел занять. Иуда. С вас пример брал. Как-то само собой и вышло. Почему это у нас вооруженный? Особо опасный преступник без наручников. Слышь, давай я тебе долг прощу и разбежимся. Какой долг? Понял. Молодец, полковник. Современно мыслишь. Всех в машину! Где у нас бетон? Стой, слышь, убей меня, а! Ты что, сдурел, что ли? Убей, убей, убей. В каком смысле? Как породил, так и убей. Виртуально? Да, виртуально. Уверен? Уверен. Гена. Геночка. Ты же заговоренный. Они теперь общагу снесут. Но если ты жив, я тебе на любых Канарах достану. Маш, актер. Маш! Маш! Второй. Справа. Ген, Ген, один вопрос. А сколько лет прошло? Двадцать. Ну, как в стране будет? Ельцин победит? Конечно. И наступит рассвет культуры и искусства, демократии и свободы. А как у нас со Светкой? В Москве будете жить, во Мхате играть. Квартира у вас будет на Тверской с окнами на Кремль. Кстати, с нами, с Катькой, на одной площадке. А мы скоро поженимся? Конечно. У нас трое детей будет. Старшему девятнадцать. Щукинском на актерском учится. Младший в первый мед поступил. Дочурке Верочке четырнадцать. Фигуристка на Олимпиаде серебро взяла. А у нас с тобой как будет? У нас отлично. Главные роли в театре, в кино. На доме мемориальную доску повесят. Как доску? Ты что, умрешь? Я нет. Так, понарушку. Мы с тобой еще сто лет проживем. Прошли годы. Здесь. Так. Или так. Абос Наполеона с московским золотом. Или вот так. Могила Чингисхана. Нет, вот так. Золотой поезд адмирала Колчака. Золотой поезд. Золотой поезд. Надо кончить институт. Человеку нужен вектор, но и просто так живут. Просто так живут. Играют с черепами и сопли не жуют. Пусть мячет врач, неважно. Пусть льется кровь, как мута из ветра. А вон море стукнет дожды. Закончила всегда. Пусть льется кровь. Пусть льется кровь. Пусть льется кровь. Субтитры создавал DimaTorzok